И вот он, Ваня Алыпов. Безусловный герой нынешней Олимпиады. Трудоголик, спортсмен очень цепкий. Здесь же еще, как не парадоксально, Иван будет готовиться выступать в дистанции 50 километров. Вот такой он разноплановый, разнообразный спортсмен. Сейчас мы на территории великолепного спортивного комплекса «Олимпиад», которого не было тогда, когда я учился. Здесь было обычное футбольное поле с обычными воротами, без сетки. То место, где я заканчивал общеобразовательную школу и потом учился. Отсюда вышли многие наши прославленные, не очень спортсмены. Мека Екатеринбургского спорта, там, где куются действительно золотые медали. Пойдемте, пройдем. Сейчас я покажу вам ту комнату, в которой я жил. Комната номер 6. Я иду вот по этим коридорам, по которым не ходил очень большое количество времени. И самое-то прикольное, что здесь вообще в принципе ничего не изменилось. Вот эта комната, в которой я жил с 98-го, получается, по 2004 год. Вот плафоны точно остались все те же. Ну, соответственно, оконные рамы под оконниками, все то же самое. Батарею поменяли, раньше была чугунная, за нее можно было привязывать покрывало. Оно выкидывалось из окна, и по ней ребята залазили. А это вот, видимо, последствия того, когда кто-то неправильно связал покрывало, и человек, видимо, сорвался. Вот комната номер 6. Обратите внимание, ее очень легко узнать. Вот именно по этому выбитому кирпичу, запросто так, схватившись за эту решетку, залезть до этого кирпича и далее попасть вот в эту комнату. Так что, видно, живут традиции, как ходили через окна, так и ходят. Да я вообще был вынужден заниматься спортом, поскольку я жил в деревне, в которой не было школы, и мне приходилось до школы добираться самостоятельно. Мой отец сам велосипедист, он занимался всегда велоспортом, был в сборной Союза. Очень хотел, чтобы я тоже гонялся на велосипеде, но по трагическому стечению обстоятельств я получил травму, несколько операций на колени. И для реабилитации я начал заниматься лыжами. Выиграл одни соревнования, выиграл другие. Поехал на первенстве страны, там здорово выступил. Отобрался в сборную, в команду страны, и здесь уже четко определился, что лыжные гонки для меня это приоритет. Олыбов держится, держится из последних сил. Какая гонка, какая битва! Мы бронзовые призеры! Мы в большей степени тренировались в углубленной части этого парка. Здесь недалеко, прям прилегающая территория к нему, был стадион пневмострой машины. Там находилась лыжная база, и, соответственно, вот именно оттуда выходила лыжная трасса, проходила здесь по парку. Палки для скандинавской ходьбы – это такая достаточно универсальная вещь. Они подходят каждому, поскольку они имеют такую телескопическую основу, то есть они настраиваются по длине, под рост каждого. Пойдемте, я вам покажу, как это выглядит. Первое, что нужно сделать, это подобрать палки, то есть отрегулировать их по своему росту. Локти должны быть под 90 градусов. Самое главное сейчас отключить голову, не думать о том, как делать правильно. А если голову не отключать, да, то есть, получается, люди начинают думать, что сделать, как нужно сделать правильно, и получается, вот такой вот буратинистый шаг в организме, тело само подсказывает, как нужно делать правильно. И чуть более широкий шаг – ручками себе помогать в подъем, доталкиваться. И можно даже запрыгать. Ну вот, собственно говоря, это и есть та самая тропа здоровья, которая зимой превращается в лыжную трассу, тогда, когда выпадает снег. Здесь люди катаются на лыжах, когда совместно с администрацией парка, вот, именно на эти столбы мы планируем повесить фонари, и она будет освещена. То есть в темное время суток, пожалуйста. Учебно-спортивную базу «Динамо Биатлон» – это, наверное, одно из единственных мест у нас в городе, где можно тренироваться лыжником летом, ну и, в принципе, зимой. Ну и биатлонисты здесь тоже иногда появляются. Небольшой мастер-класс на лыжеродерах. Я сейчас во вкус вошел, вы же меня не остановите. В этом году мы планируем провести легкотередческий марафон Европа-Азия и лыжный марафон Европа-Азии, которому он исполняется уже 35 лет. Есть небольшая особенность у лыжеродера – у этих чертовых палок с колесами абсолютно нет никаких тормозов. Поэтому приходится тормозить либо справивая с полотна, либо садиться на пятую точку. Берегите себя, берегите свое здоровье. Всегда одевайте шлем, не вставайте на ролики, так как я без защиты экипировки. И так мы подъехали к стадиону «Динамо». «Динамо» я прослужил очень долгое количество времени. В детстве, наверное, с 13 или с 14 я всегда выступал за клуб «Динамо», всегда был «Динамовцем», до сих пор им являюсь. И, конечно, то есть я, насколько я помню, семикратный чемпион внутренних войск в то время. Реально это соревнование, ну, как минимум уровня чемпионата России. Вот эта набережная в районе Челюскинцев и Ленина, хотелось бы, чтобы она продолжалась и дальше. То есть туда доходить до самого Кимаша и в то же время туда, наверх, к Верхседскому пруду. Чтобы это было, ну, действительно, как в европейских городах, можно было пройтись по набережной. Далеко не просто там полтора-два километра, а можно было идти, гулять и гулять. Здорово было бы, если бы когда-нибудь соревнования по триатлону провели. Прямо здесь плавали бы, на велосипедах гоняли. Тоже было круто. У меня просто брат занимается как раз триатлоном сейчас, и я бы с удовольствием поприсутствовал здесь, посмотрел. Я думаю, что если бы здесь соревнования проходили, то он, безусловно, бы выиграл. Дорогие екатеринбуржцы, разрешите в этот прекрасный день поздравить вас с Днем Города. Пожелать вам здоровья, счастья, и очень хочется, чтобы наш город становился более спортивным. Занимайтесь спортом, будьте здоровы, будьте счастливы. С Днем рождения, любимый город!